Так, всем привет! Привет с Халкиников, поселок Полихрон. Сегодня я немножечко дам вам новой информации по поводу набережной. Так как здесь больше развлечений нет и все люди идут отдыхать на море, значит с этого месяца и с августа цены снова поднимутся, поднимутся место на шезлонги. Если оно было 20 евро, то в некоторых заведениях оно станет уже 30, 30 евро один зонт. Один зонт, чтобы вы понимали, это два шезлонга. Это будет 30 или 40, кто-то загоняет даже 50 евро. То есть вот такой вот ценник. Рассчитывайте на вот эту цену, потому что по сути, если вы не хотите отдыхать на шезлонге, просто не будет места где лечь, потому что таких желающих очень много и места найти очень тяжело, особенно на том куске, где, допустим, есть песочек. Потому что весь пляж не одинаковый. Местами он идет песок, местами камни. А камни, как вы знаете, там есть ежи, будьте осторожны. Приятного мало, если встать на ежах. Поэтому рассчитывайте на такие цены. По поводу еды, еда не поднимается, поднимутся только цены на шезлонги. Вот вы видите кусочек из территории, которые, но она бесплатная, без шезлонг, не заставленная. Ну, тут яблоко упасть негде, как говорится. Все забито. Вот здесь уже первые встречаются. На Фелле они уже ставят шезлонги и тому подобное. Хотя на каждом пляже должно быть 10-15 процентов, чтобы люди могли отдыхать. Но никто этим не занимается. Никто не придерживается этих правил. Кстати, один бар закрывался, открывался. Но видите, с деньгами можно все. То есть, разрушения на пляж нет, но все равно. Его закрывают, он открывается. Не буду говорить какой, но факт остается фактом. 12 часов, все люди уже кушать, ищут, где бы перекусить. Наш магазин, кстати, начал уже в 10 утра. Кухня открывается, и вы можете у нас покушать с 10 утра. Какие-то тосты, какой-то омлет. Вот, а в 12 часов уже полноценно работает кухня. Еще смотрим на градусик, на температуру, да, показывают, что будет еще жарче. Это невыносимо. Куда еще жарче? Уже хватит, наверное. Интересно, как они приходят все вместе сюда. Как будто автобус приезжает. Все вместе в один момент мы заполняемся. А ну подскажите, может кто-то знает? Может секрет какой-то у вас есть? Что ж, мы отбились. Это первый заход был. Вот, ждем третьего захода, вечернего. Вот, сейчас буду позаново ставить киру. Остаток. Ну и работаем дальше. Кстати, по поводу апартаментов. Значит, самые дешевые апартаменты, даже на август месяц, да, на самый такой жесткий месяц, когда очень много туристов, то, что я смог найти, это 70 евро в сутки. Вот, но, чтобы получить их за 70 евро в сутки, вы должны заранее делать резерв. Вот, и тогда может вам повезет. Есть такие, есть такие случаи, что по 60, по 70 евро вы можете найти на август. В основном идет все дороже. Август месяц, это самый дорогой месяц вообще в Греции. У всех отпуск, у греков отпуск в августе. Вот, и все ценники поднимаются в разы. Что на набережную, на шезлонги, что так же самое и на апартаменты. Потому что, ну, сложно найти что-то, такое соотношение подешевле и получше, да. Вот такая тоже вам информация. Что ж, поехали. Заполняемся мы снова потихонечку. Это четвертая уже или пятая волна, я не знаю. Леха. Леха, ну что, ты как? Ага. Ты живой? Злодей. Я готов. Что расскажешь? Три вильера у меня стоит, я тут варю. Все тело в плечах. Я могу еще одну включить. Что ты, обсыпала тебя? Конечно, посмотри. Здесь обсыпала. Шею обсыпала. Работа не рай, у кого есть свои плюсы. Есть плюсы. Чистый кайф. Я сейчас тоже, вот я срезал все три. Поставил два новых. Ну и опять. Дальше работает. Касик залетел. Барашка, три мериды. Две порции биктеков. Лоханикаскара, фанцета меридов. Ну что ж, ребята. День у нас прошел продуктивно, все хорошо. Смотрите следующее видео. Видео будет информативное, интересное по поводу документов. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да. Комментируйте видео. Это продвигает, помогает моему каналу. Всем спасибо. Давайте и до новых встреч.